Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хаван и я вас приветствую. Сегодня по многочисленным просьбам мы поговорим с вами на такую очень легкую тему, в общем-то без нарезки каких-то задач, без всякой срочности, без всякой гонки за урожай, битвы за урожай, но поговорим с вами об очень важном факторе сохранения целостности и гармоничности на наших садовых участках, а именно о биоразнообразии. Биоразнообразие является одним из важнейших факторов устойчивости вот той экосистемы, которой в том числе является и наш приусадебный участок. Вот у меня за спиной здесь имеется очень красивое растение, это клематис, ломонос, оно дает вот такие вот пушинки в виде плодов. Почему это очень важно? Потому что это растение будет привлекать сюда птиц, которые строят свои гнезда с использованием растительного пуха. Но основная тема нашего сегодняшнего выпуска будет поддержание многообразия и биоразнообразия насекомых. Скажут, какой кошмар, мы там пшикаем, прыскаем, боремся изо всех сил, уничтожаем этих насекомых, но на самом деле полезных насекомых, насекомые, которые нам принесут большую пользу, гораздо больше, чем насекомых-вредителей. Более того, до 80% насекомых-вредителей может уничтожаться хищными насекомыми и тем самым снижать порог их вредоносности до экономически незначимых пределов. То есть, какие-то тлюшки вы будете видеть на растениях, но какого-то существенного влияния на снижение урожайности оказывать эти тлюшки влияние не будут. И одним из таких хороших помощников в поддержании разнообразия полезных насекомых является, конечно же, домик для насекомых. Существует большое, просто бесконечно огромное разнообразие конструкций, которые называются домик для насекомых. Они могут быть маленькими размером с ведро, они могут быть большими размером хоть с сарай. Всех их объединяет наличие внутри такого домика специально подобранных материалов, которые будут приютом, домом для полезных насекомых. Вредные насекомые, между прочим, в таких домиках не селятся. Ну, за исключением разве что уховертки, которая, как мы знаем, наполовину вредитель, наполовину наш друг. Потому что может прекрасно лопать различных-различных насекомых мягкотелых, в том числе тлей. Основой для домика является, конечно же, ну какой-то деревянный каркас. Он может быть квадратный, он может быть треугольный, он может быть абсолютно любой формы, та, которая подходит для дизайна для вашего участка. Затем этот домик наполняется всевозможными материалами. Одним из важнейших материалов, которые можно собрать именно в этот осенний период, это вот такие вот полые стебли, это может быть солома зерновых растений. Лучше всего тростник, потому что диаметр вот этих вот трубочек у тростника побольше. Это могут быть всевозможные зонтичные растения, даже дудки этого борщевика, потому что он сейчас уже не опасен, он уже не выделяет токсические вещества. Но при всем том, он будет являться очень хорошим материалом для вот того, чтобы там насекомые прятались. Вы можете обустраивать этот домик исключительно в соответствии со своими представлениями о прекрасном, об эстетике. Можете с краю положить вот эти вот маты такие сделать. Вот они просто берутся веточки и связываются в пучками между собой, в такие более крупные пучки. И затем вот формируется такой как бы мат, да, можно сказать. Затем следующий материал, это вот такой вот силикатный кирпич. Ним ничего не нужно делать, просто его надо вписать в этот самый домик. Следующий материал, это конечно же горшки. Можно битые, керамичная, натуральная керамика. Вот такая вот самая-самая простая, самая дешевая. Они могут быть разбитые. Вы также можете использовать черепки от глазурованной керамики. Это конечно немножечко хуже, но в целом достаточно хорошо для того, чтобы сюда заселились различные насекомые. Но вот здесь они повернуты вот таким вот образом, как бы вот этим отверстием наружу. Но на самом деле вы также можете их развернуть вот этим отверстием внутрь. Тогда там будут селиться одиночные осы. Они не являются опасными для человека, не сильно они кусачие. И в общем-то они будут хорошо размножаться, уничтожать мух и всевозможных вредных насекомых. Очень важным компонентом домика для насекомых являются различные древесные материалы. Это может быть кора, да, кусочки коры, которые вот сюда могут запихиваться как уплотнитель. Это могут быть не небольшого такого размера порезанные ветки. Это могут быть более крупные такие чурочки. Очень часто просто берут дрелью и нарезают, просто вгрызаются туда, сверлом делают дырки. Это способствует тому, что туда заползают полезные насекомые и там зимуют. Более толстые материалы, более толстые доски, конечно, неокоренные надо брать, укладывают в основание. Вот здесь затем на эти доски были положены кусочки фанеры и коры. Здесь опять был слой дров, как бы можно сказать, вот этих. Затем вот и силикатный кирпич сюда вписался. Ну, далее все это уплотнялось более мелкого размера дровишками, какими-то деревяшечками. Все это обязательно уплотнялось мхом, а также сеном, соломой, для того, чтобы там не было слишком крупных отверстий. Вы на экране можете видеть примерный перечень материалов и каких полезных насекомых эти материалы привлекают. Я думаю, что вы сможете, вполне, вполне сможете использовать вот это все многообразие материалов для того, чтобы по собственному дизайну сделать такой вот домик. Ни в коем случае не выбрасывайте картонные рулончики от туалетной бумаги, от бумажных полотенец. Они сюда тоже могут замечательно вписываться. Вот такие вот рулончики вполне пригодны для того, чтобы стать элементами вот этого домика для насекомых. Такие домики для насекомых хорошо размещать под каким-нибудь кустом. В данном случае это чубушник. Вот он тут даже обозначен, что это чубушник. Под этим чубушником у нас размещен этот самый домик. Вы можете размещать их в саду. Это очень хорошо размещать в саду. Вот видите, основанием, кстати, для нашего домика стала такая вот деревянная палета. Ну, вы можете придумать абсолютно что угодно. Из-за того, что этот домик сухой, здесь нет риска того, что здесь заведутся или будут зимовать, сохранятся слизни, а также улитки. Ну, может быть, только что под палетой, но ничего не поделаешь. Это в любом случае где-то они такое место на участке найдут. Ну, а в целом он сухой, и поэтому не является благоприятным для сохранения вот этих вот не очень любимых наших соседей. Кроме того, почему здесь не могут селиться насекомые-вредители? Главным образом потому, что этот домик составлян из материалов, которые, ну, мало ассоциированы с теми растениями, на которых поселяется большинство вредителей сада и огорода. Здесь нету таких растительных остатков. То есть, это дрова, это деревяшки всевозможные, остатки, кора там и так далее. Это, скорее, может привлечь каких-то вредителей леса, но, опять же, поскольку здесь живых материалов, живых нету, в этом случае, конечно же, стоит говорить о том, что он неблагоприятен для того, чтобы сюда заселились насекомые-вредители. Вопрос, сколько таких домиков надо разместить на участке для того, чтобы он был эффективен. На самом деле, столько, сколько вам захочется, потому что даже один небольшого размера уже является хорошим прибежищем и златоглазок, и божьих коровок, и всевозможных жужелиц, которые вам на 80% жужелицы уничтожат всевозможных проволочников. Поэтому любое количество этих домиков уже хорошо. Конечно, уже даже просто каких-то дров навалить в кучу и не тревожить эту кучу, это уже хорошо. Но все-таки хочется, чтобы участок был красивым, поэтому хорошо это все оформить в виде домиков различных конструкций. Вот тут какие-то варианты, примеры я вам показываю в уголке, а вы в то же самое время можете и самостоятельно поискать в интернете какие-то варианты решений, дизайнерских, эстетических решений для этих самых домиков. У каждого правильного огородника, садовода должен быть на участке такой домик, хотя бы в каком-то минимальном его воплощении, потому что захватывая территорию у живых организмов, оттяпывая у природы территории для своего пропитания и для удовольствия для выращивания цветов, мы должны ответственно относиться к ним и поддерживать это биоразнообразие, себе же на благо. На этом я прощаюсь с вами, вдохновитесь в преддверии выходных, до новых встреч!